Всем привет, всем доброе утро! Я сейчас только что снимала для вас видео про новую мою кольцевую лампу и потом зашла домой и смотрю, тут такой же драйв-апа тут разбирает у нас новую сушилку для овощей и фруктов, для грибов. И, в общем, хотела вам её показать. Вхожу я в комнату, а тут вот. Это новая наша сушилка для наших грибочков. Она мощнее, чем вот эта вот старая. Это у нас Ветерок 2, электросушитель для овощей и фруктов. Дальше какая-то аббревиатура идёт. Производство тоже Россия, город Курск. Так, это Женькина табуретка, потому что собака у нас уже не может запрыгнуть на диван. Периодически, точнее, ленится. Это вот основание сушилки. И, кстати, смотрите, по сравнению с вон той, основание закрыто вот таким вот металлическим листом. Как раз, видимо, чтобы не падали к тену сушёные овощи, потому что они уменьшаются. И вот в той вот сушилке у нас частенько они падали к тену туда. Ну и, соответственно, они, конечно, горят. А это вот ярусы. Ой! Сейчас папа меня убьёт. Ой! В общем, папа сейчас там читает инструкцию, читает, как что лучше с ним делать. Пока папа там читает инструкцию, я тут уже всё сломала. И радиус, я смотрю, у новой сушилки побольше, чем у старенькой у нашей. Да, она радиусом больше. Что, Жень, застряла? Застряла. Пошли, я тебя спущу. Мам, а ты где есть градусов? Да, я знаю. Возьмёшь коробочку свою, ладно? Да. Держи. Ага, я Женьку спущу. Да. А то этот Пузинь. Пузинь у нас боится спускаться сам. Пойдём, Пузинь. Она забежит на второй этаж. Наверх она сама поднимается. А вниз фиг. Давай. Выть. Ого, шумит. Привет. Ого. Ой, как яблочками пахнет. Ой, папа туда яблоки запустил. Класс. Прикольная какая. Это я её красила, Женя тут команду, понимаешь? Понятно. Ну вот, пускай она высохнет. Давай. Сутки, а потом мы её поставим. Только я не знаю, как её поставить, потому что ручка только что покрашенная. А ты её как взяла? Я вот так вот держала и красила. Так, надо её поставить и не трогать. Хорошо? А, я знаю. Да. Вот, мам, ну вот я вот здесь жёлтым покрасила. Ну, ничего страшного, нормально. Жёлтым так жёлтым. А когда она высохнет? Двадцать четыре часа. А, двадцать четырёх часа? А потом в печку. А ты говоришь, в печку надо. Нет, в печку после двадцати четырёх часов. Да. Перепутал. Вот. Прикольная. Инстаграмс. Папа мне сейчас только что показал. Я прям обалдела. Смотрите, яблоко падало и на забор оделась. Один на миллион. Чё-то сегодня всем плохо. Чё-то сегодня день какой-то. У мамы голова болит, у меня живот болит. Я проснулся в пять, я почему подорывал. Папа засыпает. Проснулся в пять, всё. Не спится, в смысле? Не. Понятно. А я думала, ты специально вставал. Двадцать полежал, думаю, ночью уже. Ну, охотница. А вот ей спалось. На улицах отказалась идти в шесть утра. Да? Сами идите. Сказала, сейчас, ага. Нашли лоха, да? Спешу и падаю. Спешу и падаю. С теплого дивана. Сейчас прям. Завтра буду косить, наверное. Травище опять выросло. Пора. Нам завтра вроде как обещают 26 градусов. Пора косить. А вот и осень пришла. А вон, подсеивали. Вот такие вот, да? Да, вот-вот. Клевер. Да. Вон-вон. Вырос вроде бы, да? Вон-вон. Ну, как-то. Все равно пляшевенько. Стричь его, конечно, нужно чаще. Еще чаще. Надо клевером, Соник, написать. Вот здесь я подсеивала тоже. Вот он вырос. Клевером что-нибудь написать? Неприлично. И когда кость все будет, то выделятся. Идея, идея. Председатель. Пошел ты. И все, и там заканчивается. Да. На следующем участке продолжения. Со своим электричеством. Так я и не спросил, чтобы вот такой гам там стоял. Орали, что ли, опять? Мужик орал какой-то. Я сколько говорил, надо провода менять. Я хотел влезть в этот разговор. Причем тут провода? Ну, потери там есть какие. Потом думаю, эээ. Это бы ты там надолго завис тогда. Застрял бы. Документов нет. Все как в прору идет. Все потеряно, да? Что в смысл? Сейчас опять документы принесем, они опять все потеряют. Да и когда документы были, ничего не менялось. Надо, конечно, вместить. Нет, я не понимаю одного. Вот. Всем нужно, чтобы у всех был этот размер. Я год, но не хочет. Соседка. Не хочет. Ну, да, заниматься не хочет. Не надо ей это. И чего? Подавать в суд. Всем объединяться, кто здесь подавать на нее в суд. Почему? А при чем тут она? Она когда-то измеряла, а теперь оказалось, что все не так. Ну, да. Не из-за нас оказалось, что все не так-то. Ты государство накосячил? Пусть оно исправляет, я так считаю. Если бы мы измерили, какое мне дело, что мой участок наезжает на Ленкину участок. Вы мне мой оформите, а будет она оформлять, а она уедет дальше. Ну, логично. Логично. Зачем в суд-то подавать? Какая-то судебная кормушка получается. В доме из-за этой сушки какой-то просто сногсшибательный аромат. Яблок, наконец-то он перебил аромат грибов. Аромат, это, конечно, мягко сказано, потому что, когда грибы сушатся, и уже сушеные грибы пахнут отвратительно. По крайней мере, на мой взгляд, это просто невозможно. Они у нас хранятся сейчас в наволочке в шкафу. Это отделение шкафа открыть можно с трудом. Жесть. Надо будет их пересыпать в какую-нибудь баночку, потому что... И закрыть плотно, чтобы они просто запах свой не распространяли. Папа там в доме телевизор смотрит, я вышла на улицу, хочу почитать. Книжку с собой электронную взяла, я не знаю. Вон она светится на столе. Ой, ребята, день сегодня просто оторви и выбрось. У нас сегодня всех какая-то гадость творится. У меня сегодня всю ночь живот болел. Все утро живот болел. Я даже ночью проснулась из-за того, что у меня болит живот. Я искала таблетку. Мама. У мамы болит голова. Папа сегодня целый день спит. Он, конечно, на рыбалку встал, но тем не менее, как бы он не первый раз встает на рыбалку, и не всегда вот он так потом в таком коматозе ходит по дому. Я сегодня полдня пролежала просто пластом с животом, с книжкой, с чаем, с семечками. Похоже, всему виной вот этот вот переход от холода к дикой жаре, которая нам все обещает, потому что с завтрашнего дня обещают вроде как плюс 26, послезавтра тоже, то ли 26, 27, после-послезавтра. Ну, то есть переход такой приличный получается из холода в жару. И вот мы на него, конечно, реагируем просто жуть. Я думаю, что мы, наверное, не одни такие. Наверняка сейчас там и половина вас, зрителей, тоже плашмя лежит. Ужас, короче говоря. Кто еще не знает, я на втором канале сделала обзор лампы своей кольцевой, которую я теперь пользуюсь. Очень она мне нравится, я прям от нее в восторге просто. Я испытывала ее вчера, испытывала ее сегодня. Шикарный свет. В итоге я сделала себе половинку желтой. Нет, да, получается 50% желтого я сделала, 50% белого накладок. Ну, в общем, кому интересно, на другом канале, на втором. Ссылка будет под видео, посмотрите. Вот, так что... А сейчас просто хочу посидеть, почитать, послушать стрекот кузнечиков. И все, тишине, спокойствии. Дети на втором даже бесятся у нас. Вот так. Ну как, проводила, Женя? Да, только не закрылась калитка. Не закрылась? Нет. Пойдем, закроем. Мам, можно мы завтра с Женей слаймы сделаем? Ну, вы можете попробовать, потому что из этого клея у нас еще не получались слаймы. Нет, у нас же есть клей такой желтенький. Из этого клея у нас слаймы не получались. Не получались, но мы попробуем. Но вы попробуете, да. И будет, если получится, будет у нас послайник. Да, если получится, да. Если, да. Я еще ингредиенты приготовлю на столе. Какие ингредиенты? Да, бабки, тетербург, клеи, ну там, красители, или это, как вам называют. Ну, в общем, запах от курицы. А, ароматизатор. Да, ароматизатор. Давай только я завтра вам на улице все это дело вынесу. И вы это здесь вот на столе попробуете смешать, хорошо? Да, мам, только нам нужны две мисочки с крышками. Найдем. Завтра найдем, хорошо? Я буду делать большой красивый слайм. Договорились. Иди, руки мой, большой красивый слайм. И кушать. Давай. А Жень свою сделай. Да. Всем доброе утро. Сегодня уже новый день. Я в итоге выпала просто из жизни на два дня. Я чувствую на вчера и на сегодня, наверное, тоже. Потому что башка раскалывается. Второй день уже не проходит. Вчера вот прошло вечером, так, живот прошел. А потом начала голова болеть. Это просто жуть. Так что у меня такие два абсолютно спокойных дня будет. Хотела вам показать и пожаловаться на ветерок. Сушилка эта стоит у нас уже полных 8 часов и продолжает стоять вместе с яблоками. Но яблоки еще до сих пор так и не высохли. Хотя производитель обещает 6-8 часов. И при этом производитель же в инструкции пишет, что яблоки нужно порезать всего лишь на 4 части. Я сейчас посмотрела на куски. Куски довольно большие. Сейчас, ладно, открывать не буду, потому что я боюсь, как бы там... Ну, как оно вообще открывается? А, нет, все, можно открыть. Вот видите, какие куски здоровенные. В инструкции написано, что нужно резать именно так. Но так они сохнут просто ужасно долго. Все-таки нужно это делать дольками, мне кажется. Вот, в следующий раз, конечно, будем делать дольками. Но сейчас уже как есть, так и есть. Мы еще засомневались с папой по поводу этого. Потому что у нас знакомая, которая высушила яблоки в такой же абсолютно сушилке за, по-моему, 6 часов всего лишь. Вот, так что это, наверное, явно что-то делаем мы не так. Потому что сушилка стоит на максимальной мощности и при этом никак не сушит. Вот так вот. А яблоки тем временем все прибавляются, прибавляются и прибавляются. Со стола не убывает. Их все больше и больше. Пап, сегодня вон выловил еще яблоко из бассейна. В бассейн хорошо, когда они падают. Они не разбиваются, они плавают. Их потом с очком оттуда выловил. И все прекрасно. Они без бочков, без всего. Такие свеженькие. Их осталось только... Чего, где пчелы? Здесь, на этом пусть очень много. А, ну как-то я так мимо прошла, они меня не тронули. Я привыкшая после леса. Если позвонит тебе, скажет, там одна эта. Добейте уж. Добейте, да. Докусайте. Вот, так что вылавливают периодически. Вот эта вот яблоня, похоже, готова. Папа, яблоня готова, да? Вот эта. Вот эта? Вот эта колоновидная? Да. А вон та? Да, нет, та кислая. А, та кислая. Ну что, она совсем переломалась? Даже то, что мы ее подпирали, не помогло, да? Не, ну, часть удалось спасти. А вот эта, ну, она как? Она совсем готова по наверху. По покатной ноге. Если она вот красная, то она уже все. А, понятно. Как собирать-то сверху? Трясти? Сорвать тебе? Да не, 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 не надо, башка раскалывается. Яблоко не поможет. Первое дело, потому что челюсти работают, а начинают болеть. И головаху прекращают. Кровоснабжение, да, идет? Нет, просто на боль нужно более сильную боль где-то, и там боль отходит. Ну да, угу. Мне когда по коленах операцию делали, к наркозам подходил, и вот я лежу, боль адская. И думаю, а я дурак, всю жизнь зубов боялся. Да это труп, пожалуйста. А вам что, обезболивающее не давали после операции дополнительно? Обезболивающее кололи. Не хватало? Анальгин от него толку-то, анальгин, паралгин. Пока так скандал не подняли, они вкололи наркоту. Жизнь. Маленький такой. Маленький, но очень хороший, да? Жизнь. Красота. А пока они его не колют уже, когда все, то они какой-то опиум, я не знаю, что. Не, не опиум, скорее всего, морфи. Не, не морфи, вряд ли это. То есть морфи или что-то такое, ну, маленький. Ну, понятно. Не, наверное, что тут. Сделайте же что-нибудь, фашисты. Раз, все. Ну что, раньше не награды? Нет. Это вот до последнего уже, когда на стенку лезешь. Ну ладно. Это, видимо, крайняя мера просто. Пока может терпеть, пускай терпит. Помню, у меня Шамоновец там был. Да, помню. Я орел. Так, вот, сколько ты. Терпел, терпел, терпел. Потом мат такой. Да вашу мать. Скоро-скоро. Да-да-да, помню, помню. Сделайте вы чем-нибудь, невозможно. Ну, укололи. Укололи, все, утих. Ну вот. Нормально будет. Ну вот, ну вот. Дети у нас там резвятся. У Илюши, похоже, теперь на участке. Или у нас, не пойму. Нет, у Илюши. Да, куда-то пошли. Они там собирались домик строить. Не знаю, построили или нет. Какой-то свой там, не на дереве, а просто обычный. У меня сейчас огромное желание растянуться где-нибудь на качелях, закинуться пенталгином и погрузиться в сериал. Слушайте, в сериал погрузилась вообще. У него почему-то два названия. Видимо, он официально еще просто не переведен. Вот она, Машка. Масяня, ты что? Мы просто собираемся домик строить и не знаем, где место найти. Вот у нас тут целая поляна тенька. Вот решили здесь построить. Серьезно, из чего? Из чего? Из чего дом? Да из чего-нибудь. Из Рухли. Из Рухли? Кто такая Рухля? Вон, пойдем туда на стройку молотком вышибать кирпичи и будем сюда таскать и строить этот же дом. Ага, да. Не, мама, у нас доски есть? Масянь, здесь вы точно строите, вы не будете, потому что я здесь косить сейчас буду. Да, это точно. На кошеном. На кошеном сейчас прямо она. На кошеном. Сходят на нет, они пожелтели. Как-то очень рано, честно говоря, то ли из-за погоды, из-за того, что холода стояли, то ли я не знаю из-за чего. Но как-то у нас в этом году с огурцами совсем плохо, первый год такой. Родители, конечно, грешат на землю, то, что земля какая-то не такая. Вот, но вот новые кустики посадили. Папа их посадил посерединке. Вот они маленькие сидят, но вроде как они принялись. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, нет, восемь. Смотрите, сколько? Много. Восемь штук получается, да? Ну, видимо, да, видимо, восемь штук получается. Ну, посмотрим, как у нас там огуречки вырастут, не вырастут. Вроде как нам обещают теплую осень, так что посмотрим. Но, правда, мы с Машкой, наверное, это уже не увидим, потому что Маш начнется школа. И мы будем приезжать только по выходным. Дом, короче, решили строить у Илюши на участке. Уже там какой-то забор тащат. Понеслась, родная. Женьку проводи только, ладно? Калитку закроешь? Если не закроешь, скажи мне, я тебе помогу, ладно? Ага. Давай, котик, потому что темно уже. На самом деле, я к вам ненадолго, у меня уже все легли спать. А я вот в ноль часов снимаю видео. На самом деле, просто хотела пояснить несколько моментов. Во-первых, яблоки у нас еще до сих пор не высохли. У нас сегодня сушилка работала практически целый день. Не знаю, возможно, их придется резать как-то или еще что-то. Я вроде не представляю, как уже полусушеные яблоки резать. Но в любом случае делать что-то придется. Второй момент. Я наконец-то пришла в себя. Ну, более-менее, по крайней мере, сегодня под вечер я себя чувствовала уже человеком. Так что надеюсь, что завтра у меня уже будет куча-куча дел, куча занятий всевозможных. Потому что, честно, я тоже не могу долго сидеть на одном месте и просто надоедает. Надоедает. Надо чем-то заниматься, хочется какой-нибудь движухи. Так что завтра, я думаю, все будет гуд. И последнее. Укусы у меня, слава богу, зажили. Причем довольно быстро. Сколько прошло, наверное, дня два от силы. Осы, похоже, нас толком так и не кусали. То есть так вот прям сильно. Потому что жал нету. Они, видимо, кусали жвалами. Отгоняли. Потому что ни у Димки, ни у меня ни одного жала вообще. Укусили за палец в том числе. И в пальце тоже жала нет. И не было даже. Так что мы еще легко отделались. Все, ребят, на этом все. Всем спокойной ночи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok